У нас блок 600 ватт максимальная мощность по 12 вольт 588 ватт 49 ампер 5 вольт 18 ампер вместе 33 вольт 120 ватт стендбай 15 ватт 3 ампера весьма увесистый блок чуть позже еще зависимого 80 плюс стандарт у нас тут чуть чуть больше 80 процентов кпд резистивно резонансная точнее схема работа то блока питания весьма современная на основе такой схемы делаются блоки питания 80 плюс голд платину в том числе ну то здесь еще есть задел для модернизации но видим немножечко упрощенных компонентов сейчас подсветим их здесь у нас виднеются конденсаторы дешевенькие в черное черные обертки то есть это у нас конденсаторы не низко импедансные обычные там их видно так в целом схема технику не должна быть хороший так в комплекте у нас кабель соответственно еще крепежные винты у нас есть тут у нас коробка массе на спецификация и соответственно еще у нас по разъем здесь принципе все расписано график кпд приведем эффективность зависимости от потребляемой мощности понятно что она максимальная примерно на 50 процентах мощности уровень шума у нас у нас где-то два после 25 децибел уже начинается такой слышимый сильно раздражающий шум даже после 30 наверное где-то вот при 60 процент мощности 60 процентов от 600 ватт 360 ватт так 10 десе у нас технология здесь то есть у нас здесь опорные 12 вольт напряжения и 5 вольт и 3 3 вольта формируется через 10 10 стабилизаторы высокоэффективная то есть за счет этого в том числе достигается кпд 80 процентов но в основном за счет резонансная схема то здесь не классическая схема с групповой стабилизации здесь 10 10 и еще плюс сама первичка она нас по резонансной схеме работает так одна у нас 12 вольтовой линии здесь написано типа высококачественный 120 миллиметровый вентилятор вот она у нас 10 10 технологий вот у нас теперь по кабель немножечко мне не нравится то что кабеля одного цвета черный у меня в принципе есть такая же модель только 450 ватную то есть mp и 400 точнее white 450 у меня моделька хорошо на себя зарекомендовала немножко шумноватую но в принципе в пределах разумного то есть не сильно шумит эта модель 600 ваттная что у нас здесь стандартный 24 пин от x под пися экспресс у из 22 колодки 6 плюс 2 пинов проводочки такие по толщине не очень толстые средненькие в принципе хватит их с натягом 450 ваттной модели у меня тоже самое единственное там просто 6 плюс 2 по моему с не помню уже принципе пойдет зато щедро у нас по цепу у нас аж 2 8 пиновых коннектора где-то здесь еще один был 2 8 пиновых потерялся сейчас мы пойдем так это все тот же пися и здесь плюс 2 так еще должно быть 2 пися и вот они даже нет еще то прям много получается так немножечко я подзапутался сейчас я разложился по порядку вот у нас цепу 2 по 8 в принципе в старой материнке можем откнуть где всего 4 пиновое питание не обязательно чтобы она отстегивалась здесь она не отстегивается обе колодки хотя нет вот это вот это отстегивается одна то есть в старую и в новую можно втыкать даже для двух процессоров сборок даже подойдет в принципе так пися экспресс вот они у нас 6 плюс 2 плюс 6 плюс 2 1 1 линия есть еще вторая точно такая же линия вот она 6 плюс 26 плюс 2 то есть пожалуйста две видеокарты игровые достаточно с хорошим потреблением можно подключить принципе толщины хватит примерно на 150 на 200 ватт каждый как в каждой оси вот в этой даже по 200 ватт наверно вытянет она каждый из этих косты 400 ватт по этим линиям можно отдать примерно по этой линии примерно 200 ватт ну наверно 150 даже где-то там что-то всего 600 то есть принципе два процессора если 100 ваттных это здесь 200 ватт ну идея видеокарта по 150 ватт допустим 300 ватт получается 300 плюс 200 500 ватт у нас 588 она может отдать потому что стандарт ампер 588 ватт при мощности 600 ватт в более древних блоков питания даже если мощность 600 ватт по линии 12 вольт отдача может быть допустим 500 ватт то есть 100 ватт зажимается здесь как бы максимально раскрыться он может по именно 12 вольт на шине тем более учитывая что у нас сейчас на 5 вольтах мало кто сидит только ssd в основном саташины нвмешки у нас по-моему на 3.3 сейчас все сидят еще какая-то может быть периферии жесткий диск просто логика жестких дисков питания шпиндель на 12 вольт сидят то есть видеокарта процессор жесткий диск шпиндель и какая-то другая какой-то вентилятор да и прочее все у нас в основном на 12 вольт сидит на 5 вольт потребление на на тело 50 ватт прям это очень такой жирный скажем так сборки где всякого много всякой периферии то есть вот 30 на на самом деле там будет не больше . как раз здесь у нас 588 ватт в принципе раскроется все полностью так еще не рассмотрели мы периферийные шлейфы про них я что-то забыл даже сказать здесь у нас мульксов не так много кстати sata power вот у нас одна коса три sata power так мулькса три тоже мулькса они вот они параллельно прям эти косы идут и еще у нас здесь еще одна коса sata power всего-то на всего шесть жестких дисков можно подключить сейчас все коробочки вот они нарисованы у нас то есть вот x2 это значит три таких еще такой же еще один жгут получается 6 ну и здесь также вот видите по видюхе тоже до 6 плюс 2 тоже x2 так 4 получается по 6 плюс 2 и здесь мульксов у нас всего три то есть ли устаревшего чего-то там до то есть но мулькс в принципе редко использовать только сам для вентиляторов нерегулируем оборотами и питание процессора вот он тоже получается 8 плюс 8 одна из них отстегивающих ты их соответственно 24 пина 1 так сейчас произведем взвешивание блока питания кабель комплектный весьма качественный ну как обычно кулер мастер бывает так маркировка тут что-то у нас не совсем понятно а нет вот есть три жилы по 0 75 миллиметров квадратных но в принципе для этой мощности для киловатта вполне эту кабель хватит у нас всего 600 ватт так вот что они положили в такой пакетик сейчас мы на безменчиково и зависим так так 1505 грамм примерно безмена весьма точно здесь примерно точно здесь играм полтора килограмма для блока питания современного с DC DC преобразователями то есть там алюминия не так много потому что кпд весьма высокий в принципе этого вполне даже достаточно вполне нормальный вес у меня полтора килограмма еще раз сейчас посветим туда вон там небольшой радиатор видим то есть у нас тут силовые ключи как раз стоят непонятно это первичные видимо APFC здесь соответственно есть естественно да то есть активный корректор мощности корректор так ну он там видим вот это скорее всего выходной уже здесь на это выходной видимо радиатор так как конденсаторы вот эти черные ну да они тут вот они по выходу стоят то есть обычно скорее всего на DC DC отдельно в принципе они должны быть значит по 12 вольт запихали видимо их но это конечно не очень хорошо может быть конечно это плюс-минус которое напряжение отрицательное то есть минус 5 вольт которое то есть вот это вот вспомогательное напряжение точнее минус 12 вольт и возможно на 5 вольт стэнбай то есть к ним не такой большой на них не такая большая нагрузка скорее всего вероятно может быть для этих вспомогательных напряжения так вон там твердотельники стоят вон принципе я вижу тысячу микрофарад 16 вольт капхон твердотельник здесь вот его вот он плохо видно вот здесь там стоит он сейчас вот его видно то есть это явно 12 вольт дроссель тут стоит так что тут еще есть он мелкий капхон 15 вольт ну 500 микрофарад 10 вольт так ну и в целом так управление вентилятором еще возможность здесь реализована скрывать не будем естественно потому что на гарантии ключи вон там видно стоит тоже 1000 микрофарад 16 вольт не знаю здесь модуль должна отдельно быть такая еще решетка есть здесь ограничение видимо между первичкой ну вот как то так то есть блоки питания 80 плюс бронза средства есть блоки питания 80 плюс бронза сертификатом здесь просто 80 плюс стандарт они прям чуть чуть дороже лучше брать их здесь гарантии три года тоже весьма высокое значение но тех бронзовых 5 лет подозреваю что как раз таки это не просто так и возможно связано с тем что применены более качественные конденсаторы как раз таки опять-таки нет этих низко точных конденсаторов да то есть высокомпедансные не стоят конденсатор более качественно использованы вот но бывает конечно что даже такие конденсаторы ся не качественно обычный тоже весьма долго ходит но обычно все ставят блоки питания именно специальные конденсаторы такие зелененькие они обычно здесь черные я вижу еще твердо тела стоят в диапазоне нагрузок скажем так производится такая бумажка приложение к руководству здесь у нас то что эффективность более 80 процентов при обычной нагрузке заявлено в принципе так оно и есть просто чуть чуть больше 80 процентов вот тут уточнение еще важный параметр среднее время наработки на отказ более 100 тысяч часов как раз вот по графику это эффективности если он тут правильно конечно рисован около 89 процентов получается даже здесь пике где-то 90 процентов но такого быть не может здесь принципе с потому что здесь даже не бронза у нас сертификат но и соответственно при ограниченной мощности сделано то есть там сертификация когда он сертифицируется по 80 плюс стандарту все-таки на большем диапазоне нагрузок скажем так производится диск не мог раскрутиться то есть во время блока питания это хотя бы базовый замер нормальным точно мультиметр мультиметром напряжения который выдает блок питания конечно не всегда мультиметр покажет нам колебания напряжения да то есть шумы различные на по напряжению лучше конечно использовать осциллограф хороший но у слогов к сожалению осциллограф есть не у всех и не всегда можно им понять проблему в частности у меня была проблема здесь вот конкретно блок питания кулер мастера мвс 600 у меня такой же блок питания есть 450 вот там у меня возникла проблема что жесткий диск стоялся год барракуда 1 терабайт не новенький 2021 года у него периодически отключался шпиндель то есть начинал колбасить его диск не мог раскрутиться то есть во время копирования файлов даже это могло происходить то есть какое-то время он работал нормально потом начинал глючить все я уже перепробовал менял кабель соответственно просто очень такая плавающая проблема непонятная поменял даже контроллер поставил внешне 50 экспресс на сато 3 думал материнка у меня уже глючит в общем поставил контроллер также не помогло даже устало хуже то есть диск при включении его колбасил даже скрутиться не мог нормально до этого хотя бы раскручивался иногда такого колбасила потом значит в ходе теста решил я попробовать там потому что таких вот линии идет несколько да то есть на sata power ли не здесь вот сейчас я подключу свет подсветочку здесь вот идет одна линия вот видите да sata power то есть она идет ниже ниже вот еще один хвостик то есть их три получается на линии sata power есть еще одна такая же линия потому что здесь можно подключить 6 дисков там в 450 блоке питания ситуация аналогичная и вот на одной из линий было был проблемный хвостик и скорее всего проблемная сама линия то есть не знаю что там где-то не пропа или еще что-то и соответственно за счет этого видим происходит падение напряжения скорее всего именно по 12 вольт потому что не раскручивается шпиндель вряд ли там по 5 вольтам проблема вот и соответственно как я искал эту проблему я замерял просто нам оликсе напряжения и также целла грамма снимала с целла графами минус molex амулекс это по сути другая линия хоть они вместе соединены там внутри блока питания да то есть с одного скажем так преобразователи идет это напряжение но они расходятся именно по проводам то есть еще зависимость есть от качества этих проводов качество самих коннекторов переключила на другую линию соответственно еще одна линия там есть на которой у меня ссдшка висела все нормально проблем нет то есть и причем кстати на этой же линии вот на проблемной висела еще одна ссдшку другая уже там видимо но проблем скорее всего них не по 5 вольтам то есть именно по 12 вот либо пусс дэшка 5 вольтам стоит конденсатор либо там напряжение падает допустим до 4 вольт жестком уже не хватает логики и ссдшки например хватает потому что они обычно от 3 и 3 вольт все-таки там внутри скорее всего внутри него еще преобразуется то есть может быть в этом причина вот это я ремарка такая то что может быть проблема и в кабеле поэтому когда проверяете блок питания старайтесь проверять на всех коннекторах в том числе если что-то глючит жесткий диск или еще какое-то периферийное устройство подключено которое к одному из коннекторов желательно проверить напряжение на нем конечно на саду power это не всегда представляется возможным сделать под нагрузкой но хотя бы вот так потыкать просто сами контакты сейчас мы найдем уликс компьютер сейчас просто включим на холостом ходу и замерим напряжение на мульксе так вот у меня гребенка с мульксами просто я здесь все уже упаковал на стяжке закрепил то есть проводов много там он и пися экспрессный на пися экспрессный смысла мерить нет напряжение на них просто померим на мульксе здесь учитывая то что одна линия идет сейчас поставлю на паузу неудобно на руку делать так сразу ткнулся в 12 вольт плохо конечно что здесь не разноцветные провода сразу не поймешь на память просто я не помню где слева или справа 12 вольт и опять таки здесь в зависимости от страны какой смотришь здесь ну конечно ключи и здесь на мульксе вот но с цветовой маркировкой как бы удобнее но как выяснилось не все любит ее то есть есть такие любители адепты что все было одного цвета не знаю я к таким не отношусь так сейчас мы запустим links тест загрузим процессор пусть здесь и не сильно у меня сейчас процессор убавлен по максимальным тдп ток у меня всего до 100 ампер процесса потребляет кроме процессора на 12 вольт только шпинзель вот этого жесткого диска висит видеокарта ну видеокарта она тут сейчас простое вот кулер все работает до соответственно оперативка тут тоже немножечко подкушивает то есть но примерно ток где-то 110 ампер наверно прямо максимум в пике будет смотрим тест идет у нас так вот он тест ко мне тут пришли помогать наблюдают за мной помощница пришла так давайте выключим подсветку так 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 кстати очень хорошо в принципе но это конечно мулькс я мире да но тем не менее они все равно висят на одной линии то есть если была бы просадка по 12 вольт сейчас шине до соответственно здесь бы на мульксах у меня была бы просадка также то есть на сад и пауэр должно быть у нас такое напряжение я к сожалению не помню распиновку сад и пауэра с 5 проводов у нас на 4 3 вольта подается не помню но смысла замерять нет потому что мулькс мулькс сад и пауэр тем более вместе соединены сейчас посмотрим еще по 5 вольтам напряжение так ну давайте пока я тестирую сейчас еще тогда включу процессор точнее линкс сниму тест и включим тест видеокарты фурмарки прогоним ее так запускаем гпу стресс-тест то есть у нас full hd видеокарты 1080 1050 ti потребление c есть у нас так смотрим ну все здесь у нас без изменений мультиметр весьма точно показывает здесь правда по 12 вольт всего два знака разрядности не не хватает для большего количества знаков при меньше напряжение него больше знаков показывает вот но тем не менее этого достаточно эти это данные последние цифры здесь весьма точно она показывается колебание тут видим между пятью четырьмя да то есть тут вообще на незначительное на уровне погрешности уже то есть очень стабильно ну тут нагрузка ни о чем потому что блок питания реально может быть почти 600 ватт по 12 линии блок по 12 линии вольтовый вот как бы здесь для него вообще все нормально по 5 вольт тоже должно у нас быть шине все нормально 5 вольтовый потому что у нас здесь 10 10 преобразователи здесь никакая у нас не групповая стабилизации то есть при групповой стабилизации напомню когда при 12 по 12 вольтовой шине у нас растет нагрузка здесь она просаживается напряжение до обычно до 11 8 таких вот но в средних блок питания при этом но это считается более-менее так скажем да то есть не очень хорошо но терпимо здесь же по 5 вольт соответственно при просадке по 12 вольт точнее в групп блок питания с групповой стабилизации где стоит общий дроссель там по 5 вольтам обычно она возрастает при сильной просадки 12 вольт допустим будет там 5 и 2 вместо 5 ровно вот при пяти вольтах обычно перекос не существует когда 5 вольт загружается потому что в любом компьютере основная шина все-таки 12 вольт то есть более критично все-таки при нагрузке на 12 вольт растет на 5 вольт на и шине напомню для жестких дисков погрешность плюс минус 5 процентов по 5 вольтовой и плюс минус 10 процентов по 12 вольтовой должна быть то здесь вообще прям все в допусках сейчас еще посмотрим 5 вольтового так видеокарты я мучить перестаю так ставлю на паузу так link сейчас у нас запущен идет давайте вам покажу идет расчет расчеты идут напряжение у нас стабильно чуть выше она 5 вольт но это в принципе допустимо с запасом плюс учитывайте еще то что здесь но здесь конечно по 5 вольт даже если жесткие диски будут питаться сильно употребление не будет но тем не менее небольшой запас они сделали потому что он провода длинные весьма то здесь я меряю на последнем алексе в этой получается в этом жгуте скажем так да то есть у меня в принципе напряжение максимально просажены то есть на более верхнем правда здесь небольшой конечно расстояние но тем не менее под когда будет нагрузка по этой линии на более верхнем будет напряжение чуть повыше если будет на нижнем нагрузка вот из-за сопротивления проводников так links выключаем видеокарты я больше не буду запускать смысла нет потому что видели вы что не особо ничего не меняется так 134 опять запускаем нажал так но слышишь слышите процессор загудел наверно слышно тут небольшая просадочка 133 вот я отключил опять так но вот маленькая вернулась надо потому что нас здесь и 10 берет в принципе 12 вольтовый шина но с другой стороны он должен компенсировать все это напряжение потому что он понижающий вот ну ладно не суть здесь здесь так все нормально при передраться в принципе не к чему уже чисто мои даже не придирки а просто объяснение так сейчас на паузу стал еще хотел бы обратить внимание именно качество самого мулекса то сделано очень хорошо в дешевых китайских блоках питания в каких-то переходниках там мулекса эти кривые все косые здесь прямо они сделаны очень качественно но здесь вот немножечко скос в одном но как бы по скажем так надежности мулекса прослужит ни одно ни одну сотню по переподключение выдержит sata power тоже здесь весьма тугие туго втыкаются то есть в качество хорошее контакт будет надежный вот проводники здесь ну такие не сильно толстые но в принципе их достаточно для большинства задач единственная бы вот нас от a power все-таки поставил потолще провода потому что если как одной косе будет подключен допустим три жестких диска то конечно будет плоховато последнему из них то там будет самый крайний самый ближний к концу к окончанию этой косы то есть если ну обычно конечно сейчас мало кто такое количество дисков используют жестких да то есть если штук 4 диска используется то я поставил бы два плюс два конфигурацию то есть одну косу косую на один жесткий диск другую на другой жесткий другую пару жестких дисков соответственно первые два из них и пас на последнюю косу например если мне нужны саташ на ssd то я бы уже вот на последний sata power из этой косы бы уже его использовал под ssd непосредственно естественно если позволяет у вас длина этих соответственно длина этих проводов то есть не всегда просто так можно угадать но лучше конечно вот так разгрузить два по два на каждый из кос не больше двух дисков я повесил и по одному еще ссд . ссд . у нас саташ на 5 вольтах будут висеть им вообще параллельно что там будет по 12 вольт происходить вот ну здесь по блока питания теперь на этом пожалуй все